Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. Сегодня у нас будет ролик, посвященный выбору тузика. Об этом меня просили рассказать уже очень давно. Материал на самом деле сложный, но я попробую его как-то структурировать и как-то собрать. Погнали! Материал на самом деле. В многих странах мира есть ограничения по размеру. С какого-то определенного размера вам нужно иметь права на управление тузиком. Плюс мощность мотора. Если вы обратили внимание, бывают моторы не 10 лошадиных сил, а 9.9. Это связано с законодательством, потому что во многих странах до 10 лошадиных сил моторы не требуют лицензии. То есть вы можете на тузике с мотором 9.9 ходить, не переживая за то, что вас остановит там Костгард или кто угодно. А если у вас будет написано 10, тогда есть шанс, что вас остановят и впаяют штраф, потому что у вас не будет лицензии. Поэтому проверяйте акваторию, свои локальные законы, смотрите, чему вам нужно соответствовать. Нужна ли вам лицензия на езду на тузике или не нужна. Может быть это там до 3 лошадиных сил, может до 5. Проверяйте вашу акваторию. А мы начинаем выбор. Давайте мы с вами проговорим о том, для чего же нужен тузик. Представьте себе, у вас есть загородний дом, в котором вы живете. У вас он оборудован так, как вам комфортно. Это лодка. Ну, это считайте дом с возможностью перемещения. Но вы живете в загороднем доме. Для того, чтобы поехать, например, в тренажерный зал, либо купить продукты, вы садитесь в автомобиль и едете на машине туда, куда вам нужно. Так вот, тузик это автомобиль, который доставляет вас в разные точки с вашего дома, то есть лодки. Поэтому давайте смотреть на тузики как средство передвижения. И так этим пользуются абсолютно большинство яхтсменов, которые стоят на якорях. Те, кто стоят в марине, конечно, пользуются тузиками исключительно поехать куда-то посмотреть. А те, которые стоят на якорях, для них это действительно утилитарное средство, чтобы добраться к любой из точек. Будь то берег, ресторан, либо там пляж, как мы сейчас приехали. Вы пользуетесь вашим тузиком как автомобилем. И в дальнейшем на тузики мы будем смотреть только с этой перспективы. Как определять размер тузика, какой тузик по размеру нужен, я вам скажу немножечко попозже. Когда будем углубляться, собственно, из каких критерий состоит выбор. Пока давайте с вами сделаем просто структуру, разделим тузики по различным категориям. Итак, самые первые это тузики с мягким дном. Они удобны тем, что их можно собрать, сдуть, скрутить и бросить в локер. Потому что во многих лодках, если такие лодки, например, там футов 30, как вы сейчас видите, то места для тузика на ней нету совершенно. Исключительно по этой причине, даже если у вас есть большая лодка и нету места хранения для тузика, тогда выбираются тузики с мягким дном. Но обычно у этих тузиков есть ограничения по мощности мотора. И об этом мы поговорим также немножечко попозже. Есть более продвинутые варианты складных скручиваемых тузиков. Это тузики также с мягким дном, но сама форма дна, она имеет такой небольшой V-shape, как у серьезных тузиков. И этот V-shape держит форму за счет того, что он накачивается насосом. То есть очень похожая технология, как накачиваются стендап, педалборды или SUP, но вы накачиваете конкретно дно и сам тузик принимает определенную форму. То есть это компромиссное решение для тех, у кого нету места на лодке. Далее, самые распространенные тузики, это такие, как у нас, с жестким дном. Дно обычно имеет форму V-shape. Материал корпуса может быть пластик, алюминий, об этом мы также поговорим попозже. Но это те тузики, которые вы можете хранить на лодке, но они уже, конечно же, не скачиваются, они занимают много места. Поэтому если у вас на лодке есть место, чтобы на палубу поставить этот тузик, либо какие-то другие варианты хранения, там кран-балка, то, наверное, это хорошее решение. Но в любом случае вы должны ответить себе на вопрос, как вы тузик собираетесь хранить. Следующая категория – это жесткие тузики. Могут быть полностью сделаны из пластика, могут быть деревянные, металлические, я имею в виду алюминиевые. Но в этих тузиках есть масса проблем. То есть, во-первых, если эти тузики сделаны хорошо, то вам ничего не грозит. Если вы ходите в акваториях, в которых много дождей и ваш тузик сделан не очень хорошо, то эти тузики тонут. И плюс, они сами по себе являются менее стабильные, чем вот такие с надувными баллонами по краям. И еще один минус есть у жестких тузиков. Если мягкие при контакте с вашей лодкой не оставляют никаких следов, то жесткие тузики могут царапать. И если, скажем, вы используете фендеры, не всегда эти фендеры под нужным углом могут быть. И корпус лодки может страдать от того, что ваша алюминиевая лодка будет касаться. Ну, такие тузики покупают обычно уже те, кому надоело постоянно бороться с надувными, потому что у них действительно много проблем. Сколько они живут и из каких материалов бывают, я также расскажу в этом видео, но чуть-чуть попозже. Давайте сейчас смотреть на то, какой тузик по размеру нужен. Я предлагаю определить для себя следующие категории. Первый тузик – это тузик эгоист. Для одного-двух человек. То есть это маленький тузик. Кстати, они могут быть тоже с жестким дном, какие угодно. Есть маленькие тузики, 2,20, 2,30. То есть это вообще такие малыши. Если места нету, то такие тузики являются компромиссными. Если у вас приезжают гости и на лодке живет один-два человека постоянно, то на таких малышах можно сделать одну или две поездки, чтобы всех людей привезти туда, куда это нужно. Если вы находитесь, скажем, вдвоем, вот как мы с Диной постоянно на лодке, и иногда приезжают к нам друзья, то я бы брал тузик, начиная от 2,8 метра и побольше. Чтобы, скажем, три человека могли спокойно с мощным мотором идти на глиссере. Если, скажем, будет 4 или 5 человек, даже 6, можно их всех посадить в тузик. И, естественно, идти он будет уже в водоизмещающем режиме. Но если нужно куда-то быстро метнуться, все высаживаются на берег, сел в тузик и быстро смотался по всем делам. Также эти тузики удобные для загрузки большого количества продуктов. Если вы сейлите, например, на катамаране, у вас будет, скорее всего, большое количество людей. И это количество людей будет на катамаране постоянно. Поэтому в этом случае тузик должен быть уже побольше, потому что закупки побольше. Метра 4 тузик, на него можно поставить мощный мотор, там 7-8 человек загрузить и не быстро приехать на берег. То есть вот таких три категории. Первый – это маленькие на 1-2 человека, второй на до 4-х человек, и следующий – 5 человек плюс. Цена на 2,2 метра и 4 может отличаться практически в два раза. Ну что, теперь давайте дальше рассмотрим материалы, из которых сделаны тузики. Если мы говорим о тузиках с мягким дном, то, скорее всего, будет это только PVC. Поливинилхлорид, неплохой материал. Его преимуществом является то, что все швы склеиваются автоматом, то есть разогреваются, спаиваются. И эту технологию можно использовать, когда раскрой и склейка тузика идет автоматически роботами. Поэтому цена таких тузиков получается дешевле. Если мы берем тузики из хайполона, то есть это материал, если я не ошибаюсь, был изобретен компанией DuPont, то хайполон – это более крепкий материал. То есть если вы даже в какой-нибудь гвоздь торчащий из пирса случайно воткнетесь, то, скорее всего, он не проколется. Внешне они очень похожи, но у хайполона есть огромное преимущество. Ой, меня водой заливает. Короче, у хайполона есть огромное преимущество. Он стойкий к ультрафиолету. То есть если вы находитесь в тропических акваториях, то, наверное, стоит смотреть на хайполон. Если вы ходите в умеренных широтах, например, там та же Средиземка, тузики из PVC будут жить нормально. Но есть маленький момент. Если вы знаете, то экваториальная зона – это зона низкого давления с большим количеством дождей и осадков. И если вы планируете сейлить преимущественно на экваторе, то здесь может подойти тузик из ПВХ, потому что здесь не очень активное солнце. Вернее, как солнце активное, но по количеству дней его не так, чтобы и много. Итак, резюмируем. Хайполон – клевый материал. Удобно использовать для тузика в стойке к ультрафиолету. PVC – не стойке к ультрафиолету. И, в принципе, если сделать чехол, он живет более-менее нормально. Сколько живут тузики? Итак, берем практику чартерных компаний, потому что они считают деньги, свои деньги, очень хорошо. Тузики из PVC – расчетное время жизни 4 года. И тузики из Хайполона – расчетное время жизни 8 лет. При покупке тузика я бы ориентировался на эти цифры. Если вы купите некачественный тузик, он умрет, конечно же, значительно быстрее. Но какую-то базу для расчетов у вас можно иметь перед глазами. Далее. Хочу также отметить, что Хайполон – очень дорогой материал. И тузики, если сделаны из PVC, он будет стоить, например, 1500 долларов, то из Хайполона он будет стоить 3. Поэтому здесь нужно для себя ответить на вопрос, готовы ли вы платить, или, может быть, лучше поменять тузик из ПВХ. В общем, эта домашняя проработка должна быть у вас самостоятельной. Важный момент – это акватория. То есть, если вы собираетесь ходить на акватории с абсолютно плоской водой, скажем, какие-то большие лагуны, типа Пелопонез в Греции, и у вас ваши поездки – это относительно небольшие расстояния, вы бросаете якорь и выехать там 100-200 метров на берег, любой тузик абсолютно подойдет, маленький, с маленьким моторчиком, эта проблемой являться не будет. Если, скажем, вы бы хотите находиться в акваториях таких, как вот мы находимся, когда, чтобы переехать на этот островок Фаулин, который мы вам уже показывали, нужно идти через открытую воду. То есть, это с океана приходит свэл. Он, конечно, уже оседает, потому что здесь ветра нет. Но вы видите иногда за мной волны, когда вот это вот все плещется. И в этом случае, конечно, нужно брать полноценный тузик с жестким дном, потому что вы не сможете нормально перемещаться. Это будет для вас мучение. Когда тузик постоянно складывается во всех своих, по всем осям, вам нужно жесткое дно, которое будет справляться, резать воду и довезет вас на мощном моторе быстро. Про моторы мы поговорим немножечко попозже. При покупке тузика обратите внимание на безопасность. Я говорю про безопасность, чтобы с тузика у вас ничего не украли. Зависит от региона. Если вы планируете яхтить, скажем, во Франции, конечно же, это значение не имеет. Но и во Франции нет никаких якорных стоянок. На всю Францию, наверное, три якорных стоянки и все. Поэтому, к сожалению, мы рассматриваем более глобальные регионы. И если у вас планы яхтить на Карибах, то тут, конечно же, все нужно пристегивать. И здесь мы подходим к тому, что локер на тузике крайне рекомендованная опция. Она, тузик, сильно удорожает. Но если мы говорим о том, что у вас могут украсть топливный бак, который стоит 100 баксов, плюс топливо в нем еще на 30-ку, то сразу мы подходим к тому, что, наверное, стоит этот локер таки купить, чтобы он был встроенный в тузик. Еще один момент, о котором мало кто знает. На Карибах, особенно Сан-Винцент и Сан-Люша, очень любят скрутить весла. Их скручивают, потом приходят к вам и говорят, ваши весла, вот, типа, гони десятку, потому что оно открутилось. Они действительно иногда откручиваются. Плавало, мы его выловили. Так вот, это чепуха, они их сами скручивают. Поэтому во многих тузиках таких фирм, как Кариб, например, есть внутри такие липучки. Весла снимаются, кладутся внутрь. И внутри тузика на липучках их обычно, конечно же, не трогают, потому что нельзя сказать, что они раскрутились и выпали за борт. А если весло у вас находится сверху на тузе, то его украсть – это просто за милую душу. Поэтому лучше, если вы будете планировать, скажем, Карибский регион, лучше, чтобы у вас весла в тузике были сняты и находились внутри. Теперь важный момент – это брать тузик с одинарным дном или с двойным. С двойным – это такой, как у нас. С одной стороны, звучит, конечно же, неплохо. Потому что внутри тузика абсолютно ровный пол, ходить удобно. Вы ведете в супермаркет вещи, туда продукты положили, все ровно на полу, ничего не скатывается. Если скользко и у вас ноги мокрые, вы не поскальзываетесь. Но когда проходят дожди, вам, чтобы слить воду из-под второго дна, нужно выйти на глиссер и открыть пробку. Если вы, скажем, с друзьями 4 человека, то это кто-то должен поехать, открыть пробку и слить всю воду, а потом приехать. А если у вас в марине ограничения по скорости, вы с этим двойным дном будете ездить постоянно с налитой водой. А поднять его, чтобы слить воду на кран-балке, тузик становится тяжелее. Килограмм, наверное, на 70 с этой водой, которая внутри. Поэтому вы просто можете поломать кран или лебедку, или что угодно. Какой материал дна тузика лучше? Раньше все тузики делали из файбергласса. Сейчас все переходят на алюминий. Потому что давайте возьмем просто цифры. Тузик длиной 2,80 из файбергласса. Цельное дно из файбергласса. Весит 2,80 длиной 67 килограмм, если я не ошибаюсь. А тузик такой вот из алюминия, такой же длины, будет весить 42. А если взять еще его без локера, без двойного дна, то это будет, наверное, вообще килограмм 30 с чем-то. И для ежедневных операций легче тузик, значительно удобно. Поэтому я все-таки за алюминий. Но у алюминия есть свои недостатки. Например, коррозия, когда алюминий стыкуется с другими металлами, заклепки, что угодно. Просто видно, как снизу на алюминии идут оксиды алюминия и подрывают краску. Поэтому за этими тузиками нужно ухаживать. К сожалению, халявы не будет. Какой фирмы тузик стоит брать? Ну вот я могу сказать по своему опыту. У меня был неудачный опыт с тузиками Zodiac. Я считаю, что Zodiac делали вообще абсолютно отстойные тузики. Ненависть больше ничего у меня не вызывает. Поэтому, исходя из своего опыта, я Zodiac себе не куплю больше никогда. Потому что я купил Zodiac из Хайполона. И он у меня прожил года 4. И после этого все швы развалились просто. Вот просто берешь их и так и открываешь. И несмотря на то, что у меня там отваливался транец, я его делал, переделывал, файберглаз и прочее, прочее. Ссылочка будет в описании. У меня есть текстовый материал на моем сайте, в котором я описывал свои мучения, как я его переделывал. И после всей этой переделки, через пару месяцев он сдох. И его как просто лошадь хромую пристрелили. Короче, я его выбросил на мусорник и купил другой тузик. Тузик 3D Tender выглядит хорошо, но у нас тоже начали разваливаться швы. Несмотря на то, что он относительно новый и находится под чехлом. То, что я вижу, тузики, которые люди на них ходят, даже они ремонтированные, но они ходят реально много лет. Ходят карибы долго. Ходят AB. Кстати, карибы AB это два брата, которые, по-моему, итальянцы, они сделали свои динги. И сначала это был кариб, потом они что-то не поделили и начали делать AB. То есть они, в принципе, очень схожи были изначально. Сейчас могут отличаться, но я думаю, что все равно идея и исполнение у них неплохое. Хайфилд делает тузики из хайполона. Я не видел PVC-шных тузиков в Хайфилд. И, наверное, это, наверное, и все. Все остальное ни рыба, ни мясо. То есть, может быть, у меня недостаточно опыта в плане выбора, но я вижу много тузиков, много людей. И мы обсуждаем проблемы, которые с тузиками связаны. Все жалуются на вот это вот. Говорят, что это не инфлейтабл, а дефлейтабл динги. То есть и много мучений. Но, к сожалению, на данный момент это лучшая технология из доступной, из массовой. Теперь давайте немножко поговорим о жестких тузиках Харддинги. Есть несколько разных направлений. Есть такие винтажные, олдскульные. Могут быть сделаны из пластика, типа Walker Bay или еще какие-то Wallis. Прикольные тузики, но, как я вам уже и говорил, во-первых, на них нельзя будет повесить большой мотор и плюс вес. Например, у этих тузиков, вот берем тузик 3 метра длиной, он весит больше 100 килограмм. Если мы берем тузик с надувным, алюминиевым, с надувными баллонами и алюминиевым дном, он весит 40 килограмм. То есть для операций удобно, конечно же, вот такой тузик. Но есть маленький момент. Скажем, на этот тузик можно повесить мотор 20 лошадиных сил и для него это нормально. Для пластиковых обычно даже на трехметровый больше 10 лошадиных сил повесить нельзя, потому что транец можно отломать. Есть сейчас новые появились тузики, называются Ocean Tender, производство Новой Зеландии. Вот, наверное, это тот тузик, на который я присматриваюсь. Они с супер характеристиками. Есть такие из карбона, они вообще легкие. Но они сделаны из материала, такой как пластик, но вспененный. И очень тонкий, очень крепкие, очень быстрые. Тузик такой же длины, как вот у меня, с меньшим мотором, с 10 лошадиными силами. Может спокойно разогнаться до 30 узлов, хотя я на своем буду ехать там 21-22, наверное, максимум. Поэтому, наверное, с моей точки зрения, я бы смотрел вот в какие-то тузики, вот в это направление. Но вот мы общались недавно с ребятами, у которых такой тузик. Говорят, что за счет того, что он очень легкий, он держит, у него курсовая устойчивость отлично. Но его настолько бьет по волнам, что вы приезжаете полностью с отбитой себе попой. И в этом случае, конечно, вы платите за перформанс комфортом. Ну, в принципе, как из автомобильного мира, если у вас что-то едет быстро, внутри оно не самое удобное. Так же и вот с этими тузиками. Еще несколько слов я хочу вам рассказать про акватории и подбор тузика. Запомните, маленькие тузики, маленькие моторы. Большие тузики, большие моторы. Вы скажете, окей, хорошо, я там на моторе в 5-6 лошадиных сил, я обойдусь и доеду куда угодно. Если вы ходите по акваториям с маленькой дистанцией, куда вам нужно добраться, это одно. Если вы ходите по акваториям, где вам нужно ехать прямо там 2, 3, 4, 5 миль, и вам нужно это сделать быстро, и акватория жесткая, тогда вам нужен мощный мотор. И здесь нужно смотреть по тузику, потому что каждый тузик рассчитан на определенную мощность, чтобы у него не оборвало транец. Поэтому вы смотрите, сколько лошадиных сил можно поставить на тот или иной тузик. Давайте я вам приведу два примера. Тихий океан, атолл. Атолл это такой остров, такая ванна внутри, которая ахуляр тон воды в себе держит. Посередине, вот если вы видели, бора-бора, например, это вот атолл. Огромная акватория, и есть несколько выходов, которые при отливе, вся вода огромная из атолла начинает там сливаться. И очень часто бывает скорость течения вот в этих вот проемах, там 15 узлов. И вам нужен такой тузик, который может с этим течением справляться. То есть хотя бы там на один узел быстрее ехать, чтобы вы там небольшой участок, там метров 30, там может быть 50, прошли, пускай даже за 15 минут, это вот маленький участок. Но у вас будет возможность выйти или зайти даже вот в таких условиях. Если у вас тузик слабее, тогда вы будете сидеть там 4 часа, например, до следующего тайда, до следующего пика, чтобы на экстремах выйти, потому что не будет течения или будет такое, с которым вы справитесь. Короче, если вы готовы ждать, это одно, если не готовы, другое. Второй пример. Второй пример. Мартиник, Карибы. Я приехал после Средиземного моря, первый мой приезд на Мартиник. Я такой, класс, парадайз, рай, там все дела. Смотрю, так вот где-то в трех милях от меня есть такой шикарный пляжик, клабмед отель. Я сажусь на свой маленький тузик, я не знаю, сколько она там мне бензина потребует, беру с собой канистрочку и такой на радостях. Еду там, доезжаю за какие-то свои там полчаса, купаюсь, так все клево, отлично. И приходит время возвращаться. Я сажусь в тузик, даю ему полный газ, я понимаю, что я еду назад, потому что я не учел, что в этой акватории ветер дует 25 узлов. И я туда-то по ветру доехал, а обратно ветер настолько сильный, поднимает такую 30-сантиметровую волну, которая закидывает сразу в мой маленький тузик с мягким дном. Мотор не тянет. Я грибу одной рукой черпаю, другой газую. Короче, ужас. И я так и не смог выехать. Я так под берегом поехал вдоль мангров, и там часа через три приехал только туда, куда мне нужно было. И в этот же день пошел и купил себе вот этот злосчастный зодиак и мотор Honda на 10 лошадиных сил, потому что с маленьким мотором просто физически вы не можете доехать туда, куда вам нужно. Есть еще момент с расстояниями. Если вам нужно преодолевать большие расстояния, как, например, на той же Мартиник, вы стоите в отличном месте, где можно купаться с лодки, с Антан, и вам нужно в Лямаран ездить для закупки продуктов. Если у вас маленький тузик, малое количество продуктов вы можете туда поместить, и ехать при этом вы будете час туда и час обратно. Хотя на большом тузике вы можете за 10 минут сделать путь туда-сюда и остальное время там заняться чем-то своим. Поэтому нужно понимать и нужно подбирать тузики, исходя из экватории и исходя из мощности мотора, который туда можно повесить. Ну что, теперь переходим к теме моторы. И про моторы мы поговорим достаточно детально. У нас тут просто прилив пришел, и меня начинает подмывать под попу, подтекает вода. Итак, моторы бывают двухтактные, четырехтактные. Я не буду сейчас объяснять вообще, чем двухтактный от четырехтактного отличается. Если вы захотите, вы сами поройтесь и выясните для себя. Могу сказать одно, что мне больше всего нравятся четырехтактные моторы, потому что не нужно мешать бензин с маслом. Они очень тихие, очень экономичные, и лучше заводятся. И вообще в плане вот такого ежедневного удобства они значительно клевее. Если вы хотите возможность ремонта в какой-то любой попе мира, где вам из бамбука вырежут импеллер и поставят, то вам нужен двухтактный мотор. Если вы гражданин развитого мира, то, скорее всего, двухтактные моторы вам больше не продадут, потому что, скажем, Канада. Там запрещено продавать даже запчасти для двухтактных моторов. Мартиник, если вы гражданин Евросоюза, вы не имеете права покупать двухтактные моторы. Этим пользуются граждане, которые выходцы и имеют другие паспорта. Покупают и перепродают эти моторы, скажем, людям, у которых европейские паспорта. Это такая достаточно распространенная схема, потому что людям с европейскими, американскими и канадскими, я уверен, что много других паспортов, запрещено продавать двухтактные моторы за счет того, что как бы влияние на экологию. Хотя, скажем, в современном мире масла, которые используются для двухтактников, они biodegradable, то есть они растворяются в природе, не нанося никакого ущерба. Но, тем не менее, вот этот дым, смог, неудобство, мешание палочкой, конечно же, это огромный минус. Я сделал табличку Excel, она будет также по ссылочке в описании. И я сравнил три мотора. Это три четырехтактных мотора и три двухтактных мотора. Я сравнил расход. Кстати говоря, как меряется расход? Всегда считается три четверти открытого газа на моторе. Это самое эффективное с точки зрения охлаждения, с точки зрения перформанса. В четырехтактных моторах считается 0,1 галлона на одну лошадиную силу в час. Это в табличке также будет. Если мы говорим о двухтактных моторах, помимо того, что получается где-то на 20% дороже за счет двухтактного масла, которое нужно подливать в бензин, также у двухтактного просто жуткий расход, жуткий. По официальным данным расход считается 0,15 на одну лошадиную силу в час. Но я скажу, что это вот как расход в автомобилях, когда они там пишут 8, а у вас он меньше 15, и вообще никаким образом не может это сделать. Точно так же и в моторах. Есть официальные данные производителя. Есть официальные данные производителя. Есть реальность. Реальность значительно хуже. Могу сказать по своему опыту. Когда я находился в Лямаране, Мартиник, я ездил с Сантана в Лямаран. Это такая 4 или 5 миль поездка. Когда у меня был четырехтактный мотор, я на нем заливался, наверное, раз в месяц. Если взять потом двухтактный мотор, я стал заливаться раз в неделю, потому что при схожих привычках, при схожих дистанциях, оно просто жрет, наверное, когда открываешь ручку, в топливном баке воронка начинает идти, и так тянет это топливо. Очень неэкономичное. Но я готов платить тем, что эти моторы проще, и они легко ремонтопригодны. И я их могу починить, скажем, в любых регионах. И я его смогу починить в любом регионе, в который я приеду, даже если там не будет нормального сервиса. Ну что, теперь давайте мы сделаем с вами следующее. Мы возьмем Линтон-Бэй Марину и съездим в три точки. Покупаемся на пляж, съездим в Панамарину, которая находится в двух милях отсюда. Там находится яхтенный магазин, что-то там купим. И отвезем газовые баллоны в компанию, которая называется Каса-Х, и их заправим. И посчитаем, во что же обойдется вот эти вот три поездки, если мы будем ехать на маленьком моторе, сколько времени это займет, и сколько времени и топлива это займет, если мы будем ехать на моторах, скажем, 10 и 15 лошадиных сил. Вот такая вот будет сводная табличка. Это будет XL, который вы можете выкачать для себя, туда вписать свои данные и посмотреть, исходя из того, это четырехтактный или двухтактный мотор. Итак, у нас есть три места, куда мы хотим попасть. Первое это Панамарина, 2 мили до нее, вернее 1,93, но неважно, округляем до 2 для простоты просчета. Линтон-Бэй Марина, Исла Гранде, это пляж, на который мы поедем купаться, 1,2 мили в одну сторону. Икаса Х, точка, где мы будем заправлять баллоны с газом, 1 миля. Итого 4,2 мили, это суммарное расстояние в одну сторону, или 8,4 мили в две стороны. Достаточно репрезентативное расстояние, потому что мы можем понять по расходу и по скорости, сколько же у нас, и по времени, сколько же у нас это все займет. Итак, мы берем первый маленький мотор, это Тахатсу 3,5 двухтактный. Его скорость на 3,25 газа, 4 узла, 1,97 литров, расход на один тур. Расход в две стороны. И так мы считаем в Пономарину, Ислагранде и Каса Х. Итого у нас получается 4,96 доллара на все вот эти поездки. И по времени это у нас займет все, 63 минуты. Если мы возьмем Ямаху двухтактную, то все то же самое при скорости 13 узлов у нас будет даже дешевле. 4,36 доллара на все три поездки в две стороны, и по времени займет 19 минут. Ямаха двухтактная, 15 лошадиных сил, 4,05 и еще дешевле. И время, которое затратится на весь тур, 12 минут. Теперь переходим к секции 4-х тактных моторов. Крейсерская скорость для Ямахи 2,5-3, для Хонды 10 лошадиных сил 13, и для Ямахи 15, 4 такта 21. То есть показания все идентичные, кроме момента с Ямаха 2,5, потому что у четырехтактных моторов 2,5 лошадиных сил, маленький мотор. В данном случае у нас получится поездка на маленькой Ямахе 84 минуты и стоимость 2,63 доллара. Хонда 10 займет 19 минут 2,42 доллара. И 2,25 доллара у нас будет стоить поездка на 15-ти сильной Ямахе. И по времени это у нас все займет 12 минут. Итак, делаем выводы. Чем мощнее моторы, чем быстрее мы едем, у нас получается прямая экономическая выгода. Я думаю, что если мы будем учитывать какие-то небольшие расстояния, то маленькие моторы тоже будут иметь какую-то большую эффективность. Но в целом у нас получается самый экономичный мотор, это Ямаха 4-тактная. Она почти в два раза дешевле будет обходиться, чем Ямаха 2-тактная. Но тем не менее, даже самая большая 2-тактная Ямаха будет обходиться дешевле, чем это же расстояние проходить на маленьких моторах. Не говоря уже об экономии полвремени. Поэтому пользуйтесь этими данными. При выборе мотора, я думаю, что они достаточно репрезентативны. Ну что, друзья, я надеюсь, этот выпуск был вам полезен. Открыл вам завесу тайн, как же эти яхтсмены покупают себе тузики. И, скорее всего, критерии, по которым выбираются тузики, они вот такие, как я вам перечислил в сегодняшнем выпуске. Ставьте лайк, если я что-то забыл в комментариях, если там толковый комментарий, я его закреплю, чтобы для других было больше информации по выбору. Ну и до встречи, наверное, на следующей неделе. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова